пришла вот такая печь. фирма производитель samsung. модель. нигде на корпусе не написано. диагноз не переключаются режимы. из вот этих всех не работают. здесь есть режим нагрева верхний и нижний тен. задний тен на вентиляторе. при включении работает только верхний. или не работает вообще. иногда включается. но только верхний. чтобы определиться нужно разобрать. для разборки вот с этой и с той стороны есть два винта. снимаем крышку. будет доступ к плате управления. крышку снимаем. предварительный осмотр показывает что проблема вот этом пакетном выключателе. провод. во-первых отгорел провод. он поплавился. нагревался из-за плохого контакта. от нагрева пострадал сам пакетный автомат. пакетный переключитель. здесь полностью все поплавилось. соответственно поднялись дорожки. это как раз часть переключателя. из-за этого не включались. из-за подъема не включались тены. потому что это силовой тен. почему силовой? потому что сюда приходит самый толстый провод. делаем нужно снять сам пакетный переключатель. посмотреть возможно ли ремонт или под замену. два варианта. переключатель режима. так и называется. или покупка нового. нужно вытащить. для этого с той стороны нужно сначала кнопку убрать. откручиваем 2 винта. вот здесь. откручиваем винты вот здесь. я уже открутил винт. с той стороны такой же. и поднимаем. поднимаем вытаскивание. для того чтобы разобрать необходимо забраться внутрь этой пластины. здесь нужно открутить все винты. винты вот здесь. здесь. внизу винты на платье. и тогда вот этот пластиковый крепеж. он такой цельный. сплошной. пластиковый крепеж смогу снять. открутил плату. чтобы ее отвести нужно вот этот шлейф снять. шлейф снимается просто вытаскиваем. никаких защелок. просто на себя потянул. все можно отложить. теперь посмотрим что у нас держит. чтобы открутить нужно вот этот винт открутить. вот здесь вот есть такая защелка. нужно отверточкой поддеть и снимаем. что делаем дальше. разбираем. необходимо снять. для того чтобы открутить пакетник этот. необходимо снять эту руку. есть такой пульничек. фиксатор. его нужно надавить. и верхняя крышка должна выйти. надавил с обоих сторон. крышка вышла. что я еще сделал. я на пакетнике нарисовал верхнее положение. видите. сверху нарисовал верхнее положение. которое соответствует положению этой ручки. когда она смотрела в самый верх. на ноль. теперь раскручиваем. и пакетник сможет выйти. открутил эти два винта. теперь она готова выйти. но мешает вот эта ручка. обратите ваше внимание что в принципе всего этого можно было не делать. и сейчас я увидел. не смог я. это изначально на себя выпустил. боятся что что-то отломают. поэтому она отключается именно так. когда я уже дошел до сюда. я могу поддеть отверточкой. плотно. отсоединю эту часть. просто нужно было сильнее на себя потянуть. но чтобы ничего не сломать. пришлось все это разбирать. можно было сделать это спереду. не снимая панель. что теперь я сделал. я взял пронумерную. вам специально снимаю. для того чтобы у вас ничего не было перепутано. 1 2 3 4 5 6 7 8. здесь 9. все остальные на 9. отгревший будет 10. 1 3 5 6 7 8. теперь отключаю. и разбираю сам переключатель режимов. как он разбирается. подгибаются два усика. и вот этот шток выходит вверх. и тогда открываются все контакты. здесь контакты поплавились. подходили. попробую восстановить. требуется сейчас. по сути дела все на месте. здесь не хватает двух таких рычагов переключения. двух контактов. один из них подогнулся. потому что он выехал и уже теперь этими крылышками на переключателя заделся и подогнулся. но это выравнивается. что еще необходимо поставить на место эту планку. сейчас нужно посмотреть смогу ли здесь крепеж один здесь. один вот здесь. необходимо каким-то образом зафиксировать. возможно смогу зафиксировать с помощью еще вот этих крепежей. очистить от окислов. здесь вот даже видим вздулся пластик от нагрева. очень сильно нагревался. хочу здесь вот этот контакт был использован. буду использовать скорее всего и этот и этот. сделаю два сделаю там разветвление на проводе и закреплю и сюда и сюда. для того чтобы увеличить площадь соприкосновения. чтобы не так сильно релся. думаю что восстановление подлежит. ничего не потерялось. самое главное хорошо очистить и закрепить эту планку. была снята контактная площадка. выглядит она вот так вот. крепится она вот такими двумя вот такими усиками. если если усики подогнуть к центру не плотно друг к другу по ширине видно до какого состояния то она вытаскивается. я вытащил и она и контакты выглядят целыми в хорошем состоянии и сами контакты не подогревшие и форма их не изменена. поэтому можно ставить на место. единственный момент здесь крепеж крепил крепится планка на одну по по концам. как здесь например из трех состоит на крайнее здесь и крайнее здесь состоит из четырех крайнее здесь и крайнее здесь крайнее подпалилась и здесь вряд ли получится хороший контакт. я закреплю на этом который был целый и на вот этом третьем переставлю контакт отсюда отсюда сюда вот из этой площадки на эту площадку и закреплю здесь закреплю не на крайних она вот это будет крайнее это здесь ну а сейчас я хорошо все очищу с помощью натфилька нужно хорошо в том числе и здесь площадку выровнять чтобы была ровная и приступаю к сборке так что было сделано и как видим все на место поставил все работают контактную площадку я переставил вот с последнего места с последнего места на предпоследнее вот отсюда сюда теперь он будет хорошо крепится но чтобы вот это верх последняя площадка не двигалась я сейчас проволокой кусочком проволоки коричком здесь обожму скручу и все будет держаться крепко последний контакт ну и собираем собирается просто в обратной последовательности здесь будьте внимательны пружинка и шарик ложим шарик на место шарик немного смазки на отвертку чтобы не убегал шарик поставил на место теперь когда вставляете чтобы ничего не заламывалось поверните такой стороной чтобы первый контакт был не зажимался такой стороной чтобы первый был не зажат тут есть пробел и тогда оно хорошо вставляется все вставил теперь фиксатор вставим на место и усики фиксатора на место обжимаем все теперь готово ставим на место и пробуем что получилось как реализовал я то что обещал во-первых крайний здесь крайний контакт потому что я зафиксировал на крайний левый и не крайний крайний обожжен не крайний а вот это тут 4 дорожки сразу вот этот не последний чтобы последний не поднималась я зафиксировал теперь значит она здесь разогрелась из-за плохого контакта я распределил контакт вот этот провод распределил на два и закрепил и к этому и к одному крайнему и к второму соответственно контакт будет меньше греться и уже на этой дорожке этого не произойдет полностью все функции работают единственный момент на что я хотел обратить внимание это то что при включении на панноле здесь при включении начинает загораться ПРЕ сейчас покажу как это выглядит пока все в ручном режиме так так включаем первый режим свет и первый режим это у меня обогрев сентиллятора обратите внимание на то что на табло я подумал что это ПРЕ я подумал это ошибка но это самсунговские обозначения преднагрев пока не выйдет на установленный режим температурный насколько там установили он пишет ПРЕ потом когда пишут что это не ошибка это специальная предустановка и сейчас в принципе все работает вентиляторы крутятся не видно в общем все функции восстановились теперь собираю обратную последовательность таки все таки для того чтобы поставить его нужно разбирать целую помойку не входит с этой стороны не входит он здесь этот бортик для того чтобы его вытащить все таки помилится как я делал в самом начале на этом видео закончу подписывайтесь на канал любая бытовая техника электроинструмент ремонт и некоторые нюансы домашние по ремонту и утеплению все это можно увидеть на канале